В основе сюжета сказки «Золушка» хорошо известный всем мотив о трудолюбивой девочке, злой мачехе, принце, о любви и бескраничном волшебстве. До сих пор добрая поучительная история продолжает радовать и удивлять маленьких и взрослых зрителей. По-моему, каждый ребенок с самого детства, и каждая девочка, и каждый мальчик мечтают быть сказочной принцессой, а мальчики мечтают быть принцами. Мы знаем эту сказку с самого детства, и мы решили эту сказку, так сказать, представить в новом виде и сделать более современной, я бы сказала, эту сказку и представить нашим детям. Потому что их сейчас ничем не удивить, большинство уже и айпады, и они знакомы с техникой, и с компьютером, то есть мы хотели бы как-то внести что-то современное. Новая аппаратура позволяет создавать видеоэффекты, с помощью которых волшебство становится более объемным. 3D-эффекты станут не просто дополнением действий на сцене, а и полноправно участвуют в создании волшебства. 3D-проектор, который единственный на данный момент в Европе, то есть по мощности и по возможностям. Поэтому не использовать такую возможность, это было бы кощунство и грешно вообще. Кроме инновации, в творческом процессе отдельного внимания заслуживают невероятные костюмы артистов. Специально для сказочного спектакля было пошито более 100 изысканных нарядов. График очень тесный, потому что время мало нам дали, а шить очень много пришлось. Одного фатина на Золушке 50 метров. Это только юбка, не считая всего остального. Очень много современных тканей. И трикотажи, и фатины, и разные блёски, палетки, камни. Здесь пошли прямо, считайте, тоннами-килограммами. Это же всё будет нарабатываться, дошиваться. В новой современной Золушке, которую увидят зрители театра оперы и балета, остаётся неизменным сюжет полюбившейся сказки. А трудолюбивая девочка, которая за свои добрые поступки была щедро награждена. Никакие печали и сложности в нашей жизни не должны нас огорчать. Мы должны улыбаться. И любые какие-то трудности – это только шаг вперёд. Как, собственно говоря, и Золушке она трудилась и заслужила такую прекрасную сказку и такой замечательный конец. Премьера спектакля состоится 2 января. По словам режиссёра и артистов театра, представление будет интересно и детям, и их родителям. Леся Полякова, Александр Худалей, Первый муниципальный.